Рассказ Виктора Астафьева «Дядя Филипп. Судовой механик». Из бабушкиных гостей мне больше других памятен дядя Филипп. Судовой механик. Он был бабушкиным крестником и братом дяди Левонтия. Тот его поднял и пустил на воду, оставшись на суше. Сам он вечно тосковал по морю. Однако из-за многодетства или из-за тетки в осенне, которой негде было приютить гостя и почивать нечем, дядя Филипп заезжал первонаперво к нам. По окончании каждой путины, если не зимовал судном на севере, он и являлся гостить в село вместе со своей женой, теткой Дуней. И, коли принес бог гостя, стало быть и хозяевам пир. Бабушка, сплеснув руками, выбегала на крыльцо, да так проворно, что забывала прихлопнуть дверь. На крыльце раздавались многократные охи, ахи, чмоканья. В момент возникшие женские всхлипы, бабушка на ходу напевала, что якобы точь-в-точь оправдались ее наблюдения и предположения. Вечер куры передрались, и чья-то собака перед домом каталась. Быть гостям, непременно быть. Порешила она на всякий случай, замесила квашонку, и, как в воду глядела, квашонка-то, кразу. В синках стоном стонали старые половицы под сапогами дяди Филиппа. Проем двери заслонялся на секунду, и я взлетал к потолку с остановившимся сердцем. «Растешь?» – спрашивал меня дядя Филипп, держа под потолком и опуская на пол с разрешением. «Ну, расти!» Он небрежно кидал на мою голову картуз с громадной капустой, горящей невиданным золотоцветом. И поскольку картуза хватало до самых плеч, то я на секунду задыхался спертым воздухом, в котором смешались пот, одеколон, запах головы. Все смеялись. Я осторожно ощупал капусту и почтительно возвращал великолепный картуз дяде Филиппу. Поскольку в чинах тогда ходили немногие мои односельчане, с капустой был всего-навсего один человек – дядя Филипп. Ему разрешалось кое-какие воленности, как личности, выдающиеся. Забывшись, он сидел иной раз в картузе под божницей, и бабушка очень переживала. Хороший гость хозяевам почет. Но после отъезда бабушка все же молилась, шептала святой деве. Ну и что, что Филипп – человек от вери отрешенный. Работа у него ответственная. Времени для Бога не выкраивается. Вот почему простить бы его надо, а заодно и ее, потому что сама она ни в каком картузе под божницей не сиживала и не сядет. К тому же строго блюдет великий пост. Должно быть, святая дева была женщина сговорчивая, потому что до следующего приезда дядя Филиппу бабушка больше не напоминала ей о картузе. Обращалась по разным другим вопросам, и мне иногда казалось, что дева эта, засиженная мухами, как-нибудь рассердится, скривит тонкие губы, и до чего ты, докучливая старуха скажет, одолела, допекла, нечистый дух. В последний раз дядя Филипп приехал к нам отчего-то ранней осенью, а не зимой, и тетка Дуня держалась совсем смиренно. Глаза ее были красными от слез, а на то и дело промокала их скомканным батистовым платочком. Прежде бывало, дядя Филипп сидел, занявши почти всю скамью, сбоку, на краешке лепилась тетка Дуня со спущенным на плечи платком. Озенькая, тонкошея, нервная, она все норовила показать характер и выглядеть строгой-пристрогой женой. Дядя Филипп протягивал руку, на тыльной стороне которой была синяя змея, обившая кинжал граненой рюмки с водкой. Тетка Дуня тут как тут накрывала рюмку. Дядя Филипп сурово взглядывал на жену, и она, ровно обжегшись, отдергивала руку. Выплеснув влагу в широкий рот, механик крякал и занюхивал хлебом так, что ломать прогибался. Бабушка пыталась угощать его. Стол ломился от снеди, тут были и рыжики, и грузди соленые, и капуста, и огурцы, и малосольная селедюшка труханская, гостиниц дяди Филиппа, дивная рыбешка, ныне почти выведенная, как и многие ценные рыбы. Только черемшу соленую бабушка не ставила на стол. С черемшой это происшествие было. Как-то бабушка все же настояла, чтобы дядя Филипп отведал хоть немножечко чего-нибудь. И чтобы не обидеть крестную, дядя Филипп сунул вилку в первую подвернувшуюся тарелку. Потом еще подсыпил, чего не попало, и жевал. Но нисколько не интересуясь, чего он жует и зачем. Так вот рассеяно черпнул он черемшу из тарелки. А черемшу у нас солят с речной галикой, чтобы она не плесневела. Ну, жманул дядя Филипп черемшу зубами, хруст раздался такой, будто матица на потолке лопнула. И теперь у дяди Филиппа блестят два серебряных зуба. Зубы эти сводят меня с ума. Если б хоть кто-нибудь знал, как мне хотелось вставить такие же зубы себе. Меж солений и печений, в наследственной бабушкиной вазе, хранимой до случая в сундуке, череничное варенье. У нас в селе принято ставить варенье на стол, если у кого оно есть, сразу же, не дожидая, когда подадут чай. Пользуясь благосклонным моментом, я ложкой черпал варенье, обкапался. Бабушка, стесняясь гостей, не очаровывала меня, не ругала, лишь с горестной безоружностью молила глазами. Но будет, будет. А я будто ничего не понимал. Возил себе и возил варенье. Тогда бабушка отыскивала под столом своей ногой мою ногу, мстительно и молча придавливала ее. Я утягивал ногу под себя и упорно работал ложкой. Тогда бабушка, подавляя в себе гневные чувства, лестиво предлагала мне. Шел бы ты на улку, играл бы. Тут застолье, может, изругается кто-ли, еще чего, а ты стесняешь? Не-е-е-е, бодро отвечал я, продолжая убавлять варенье в вазе. Чего-то не охота сегодня играть. Совершенно уверенный, что размягший от выпивки бездетный механик непременно удержит меня в застолье. Ай, пятна его, хлопала себя по юбке обезоруженная бабушка. Туда, говорит, домой не заманишь. Меж тем в застолье все шло своим чередом. Бабушка подливала водочки в рюмки, пригубляла сама, пригубляла тетка Дуня, после чего успевала накрыть рюмку дяди Филиппа. Он снова разил ее взглядом, и она снова отдергивала руку. И снова булькнув, укатывалась водка в широко растворенный рот дяди Филиппа. От рюмки к рюмке он накалялся, будто самовар. Багровела его шея. Узагривка. Да, в отличие от своего брата Левонтия, мягчил взглядом дядя Филипп. Замечалось, что вот-вот он, не умеющий высказывать свои чувства, схлипнет, перецелует всех широкими губами, перетискает до хруста костей и отправится спать. «Ты кушай, кушай, Филиппушка!» Все насылалась с закуской бабушка и продвигала к нему тарелку, за тарелкой. Помня, однако, что почивать почуй, а неволить не смей. «Что кушай, что кушай?» Эти слова дяди Филиппа мы понимали так. «Не за кушением я приехал, и не в угощении дело, а в приглашении. И вообще я всех вас очень даже люблю. И стосковался я по тебе, крестная, и по брату стосковался. Не идет горюн гордиться, а я к нему пойду. Вот погостю я у тебя и пойду. Донька пусть лучше не перечит и не докучает. Ушибить могу. Кушать же мне совсем ни к чему. Кушать я буду на судне дома, а здесь я и так выпить могу, и ничего со мной не случится. Я человек неквелый, речник-механик, плаваю не первый год, зимовал бывало и на крайнем севере. Да судно мое все одно пар в сроки пущало. Хотя ни затону, ни притону, там нету, ни притону. Гайки к рукам зимою примерзали, когда судно к навигации готовили. А ты кушай». Вот так мы понимали ничего вроде бы незначащие слова дяди Филиппа. Бабушка даже слезу выжимала, оценивши их глубину и смысл. Работал ты на берегу, отчаянная ты, головушка, не раз советовала бабушка крестнику. Работал бы. Порешисься, либо утонешь. Шутка ли? Утесы кругом, быки да каменья, страсть. Наш Енисей-то, ууу, не река, а Господь тебе ведает что. Э-э, усмехался дядя Филипп и подмигивал мне, единственному мужчине за столом, кивая в сторону бабушки. Дескать, занятный отец старуха, но в нашем деле ни черта не понимает. Я ему тоже подмигивал. Не обращает и дядя Филипп внимания. Я тоже, когда вырасту, в речники подамся, зуб хоть один доставлю и капусту попрошу. Возьмешь меня к себе? Знамо возьму. Куда тебя девать-то? Отвечал мне взглядом дядя Филипп. И опрокидывал рюмку. Но тетка Дуня раз отразу становилась смелее и строптивее. Филипп, хватит. Хочешь, как братец, спиться хочешь? Выведенное из терпения, дядя Филипп выразительно шмыгал носищем и смахивал со скамейки тетку Дуню. Э-э, крестничек, грозила пальцем бабушка большеносому человеку в черном картузе. Гляди у меня, рукам волю не давай. Дядя Филипп подхватывал тетку Дуню и шмякал рядом с собой. Он тут же выплескал в себя рюмку водки, ну уж как-то досадливо, без удовольствия, и не занюхивал даже хлебом. Вот так и живу, так и мыкаюсь я, тетенька Катя. Принималось жаловаться и причитать тетка Дуня. Изгаляется он, он надо мной изгаляется, дни и ноченьки, ушла бы я от него, утопилась бы, так пропадет ведь, пропадет, краснорожий пропьет все, да картуза пропьется. Дядя Филипп втягивал воздух, как так протестующий, что нос его загибался к уху, но говорить ничего не говорил. И за эту гордость и невозмутимость уважал я его трепетно. Благовел, можно сказать перед ним, вот это мужик, сила. Бабушка выручала из незавидного положения дядю Филиппа, урезонивала никак не унимающуюся тетку Дуню. Ну уж, так уж и ушла бы. Какие вы, но не проворны-то, эку волю вам дали. Я вон век отвековала, но таких речей не только сказывать, думать не смело, ушла бы. Пробросайся, милая, но не мужик-то какой пошел, а? То-то, девонька, твоему ить картуз-то такой, не зря даден. На картузе золото, под картузом золотое того, а ты ушла бы. Вот-вот, это ты в точку крестная. Я выпиваю, конечно. Нехорошо, конечно. Но я, дядя Филипп, сжимал кулачищу и потрясал им под потолком. Мы все замирали, боясь за висячую лампу с абажором. Но я координат не теряю. Как же? Как же не теряешь? А в Подтесово не терял, будто скидывалась тетка Дуня, все еще обидчиво, но уже с нотками примирения. В Подтесове дядя Филипп бессильно ронял кулак. Был грех, терял. Видно, дядя Филипп координат в Подтесово. Так мы ж там на ремонте, не в рейсе же. А в Дудинке наступала тетка Дуня, понимая, что дядя Филипп наполовину уже сражен. И самое время его добивать. В Дудинке дядя Филипп краснел до самых бровей. В Дудинке. Тьфу, трепло. Плевался он и уходил из избы. Большой, сгорбившийся, ни чуточки не колеблющийся, в рихо сдвинутом на бровь картузе, со своим загадочным координатом, который мне казался чем-то вроде золотой капусты, но был спрятан где-то на грудном кармане. И если его потеряешь, то уж все. Не человек ты. Тетка Дуня подробно поведала, как потерял координат в Дудинке дядя Филипп. Работал он тогда первый год на катере с дизельным пускачем и набрался на берегу до того, что ни тяки, ни мамы сказать не мог. А тут от причала гонит. Причал понадобился. Шумит начальство порта. Штрафом грозится. Дядя же Филипп не только мозгами, но и пальцами единым не владеет. Чего только с ним не делали. И нашатырным спиртом терли. И водой обливали. И уши почти напрочь оторвали. Не берет. Тогда капитан катера приказал волочь механика в машинное отделение и притиснуть его к дизелю. Приволокли. Притиснули. Капитан гаркнул. Филипп, заводи. Дядя Филипп раз-раз покрутил рычажки, колесики, ручки и дизель завез. Тогда капитан громче. Филипп, переводи на мотор. И дядя Филипп выполнил команду. Точка в точку. Не открывая глаз. А когда его отпустили, пал тут же, так и не проснувшись. А я что толкую, подняла палец бабушка, выслушав этот рассказ. Золотая голова. Ой, где же Филипп-то? Уж не к братцу ли ушел? Спохватывалась тетка Дуня. Ой, матушки мои, сойдутся не растащишь. А та тетеря не досмотрит и помчалась тетка Дуня искать дядю Филиппа, уверенная в том, что он без нее ни прожить, ни обойтись, ни может, и что тетке в осенне одной с братьями не совладать. Но в тот последний приезд тетка Дуня не накрывала рюмку дяде Филиппу. Она не огорачивала человека, не огорчала, не притесняла, только все взглядывала на него длинно вздыхала и украдкой плакала. Дядя Филипп держался разухабисто, выкрикивал одну и ту же фразу из песни. И на тихим океаном свой закончили поход. Дунька, ты кого плакиваешь? Меня? Ха-ха. Да я этих самураишек. Во! Он зажимал кулачищи так, будто самураи были муравьями, и он их давил в горсти. Я потихоньку вылез из застолья и убрел на улицу. И варенье как-то не в сласть елось, потому что бабушка не стерегла его, на меня не обращала внимания. Дядя Филипп с теткой Дуней ушли по родне, и появились у нас снова дня через три. Усталые, осунувшиеся, они отсыпались в широкой чистой постели. Бабушка отпаивала дядю Филиппа огуречным рассолом, отводила душеньку, ругая его каким-то новым словом. Некрут. Ну чё? Нагулялся некрут. Наколобродил. Дядя Филипп кряхтел тяжко, горестно морщился. Когда вы с Ливонтием всё вино это клятое выжрите, и когда вы, язвило бы вас, захвораете чего-нибудь, чтоб пить нельзя, чтоб на сторону воротило. И так воротит крёстная. Воротит? Как не воротит? С ведровой хлестал. Два наберётся. Два? Ужаснулась бабушка. А та пиголица-то напустилась бабушка на тётку Дуню, таящаяся за спиной дяди Филиппа. Так и кимора нет, чтоб мужика коротить, норму ему определить. Сама холера туда же, туда же. Ведь на чужую сторону человек уезжат. Совет да беседу бы мужу с женой провести. Отпоив дядю Филиппа рассолом, бабушка послала его в баню. Потом опохмелила, угощалась трепнёй, полный мешок набила печенюшками, калачами, шаньгами, со слезами провожала супруга в клодке. На берегу крестила новобранца при всём народе. И он смиренно стоял под благословением большой, сконфуженной, покорной. Дядя Левонтий, не проспавшийся, с початой бутылкой в кармане, гремел. — Филиппка, держи координат, круши врагов на море и на суше, и лез к брату обниматься. Да сокрушит, сокрушит, не подавай только ему больше. А степеняла Левонтия тётка Дуня. Дядю Филиппа и тётку Дуню выплавили на проходящий мимо села пароход. Пароход сбавил пар, взял супругов на борт. Дядя Левонтий плакал, бежал по берегу следом за пароходом, повторяя слова, которые забыл сказать. — Филиппка, Филиппушка, братан! Высыпавший на берег деревенский люд почтительно говорил меж собою. — Шишка Филиппа наш, гляди, пароход застоприли, выплыли бы кто из нас. Так хоть заорись, не возьмёт такой человек. И в армии не затеряется, его и в армии чином не обнесут. После я узнал, дядя Филипп от того так рано нынче был в гостях, что разразился дальневосточный конфликт, и его не березовали, крушить самураев. Приходило нам от него несколько обстоятельных писем с пожеланием всем родным здоровья, а друзьям приветы с Дальнего Востока, затем из Финляндии. Погиб дядя Филипп в 42-м, под Москвой, где командовал ротой сибирских лыжников. Тётку Дуню я как-то встретил на Красноярском речном вокзале. Стоял в очереди за билетом на пароход. Ко мне кинулась маленькая старушонка, распихивая народ и поцеловала шершавыми, точно груздок губами. Я гляжу со щеки-то, вылитая, вылитая тётка Катя. Слёзы катились по усохшему лицу тётки Дуни. Вся она сделалась, как птичка, совсем махонькая, носик у неё заострился. В скиту живу, голубь, в скиту, рассказывала она о себе. По нонышнему-то, в дивном горске. Ну, это приезжие так, а мы здешние по-старому. Сошлась с одним сынным, уж лет десять как, электриком состоит. Она скорбно смолкла и отвернулась. Жить надо. Не дождалась я Филиппушку с позиции. Помнишь ли ты его? Я сказал, что помню. Тётка Дуня пальцем убрала со щеки слезу и уже буднично продолжала. Крутонравый покойничек был и пообидит, бывало меня, а вот дня не проходит, чтобы не вспоминала я об нём. Она ещё помолчала. Глаза её остановились на каком-то далёком воспоминании. Но нонешний хозяин слово в кость не скажет. Не то, чтобы пальцем тронуть. А Филипп всё одно с ума не идёт. Так уж видно. До гробовой доски. И носить мне тоску-кручинушку в сердце. Я ещё раз вспомнил войну, ещё раз подивился вековечной загадке женской души. Ещё раз восхитился великим и святым чувством, имя которому – любовь. И решил помянуть дядю Филиппа. На пристани купил бутылку 50-ти градусной водки. Другой тут уж не было. Водку эту речники именовали тучей. Пить одному мне не хотелось. И, когда погрузились в пароход, я зазвал в каюту, проходившего мимо матроса. «Выпейте, пожалуйста, со мной», предложил я и кивнул на налитый стакан. Матрос быстро взглянул на меня. «Не пьяный ли?» «За что?» «Выпьем». «За дядю Филиппа». До войны он механиком плавал на этом пароходе. Матрос покрутил стакан в руке. «Не помню». Он ещё посидел, ещё повертел стакан в руке и стеснительно повторил. «Нет, не помню». «Где уж тебе помнить?» «Ты до войны, небось, ещё босиком по берегу за пароходами гонялся». Матрос выпил полстакана, закусил кусочком колбасы и поднялся. «Извините, больше не могу. Скоро вахта». Он ушёл. Пароход «Спартак» — единственный пассажирский пароход, уцелевший из стариков, развернулся и суетливо зашлёпал плитцами, оставляя позади город. Шумы его, дымы его и мосты. Народу на пароходе реденько. Все ездят нынче на новеньких быстроходных кораблях. Это я решил потешить свою блажь. «Спартак» миновал пригород, свистнул тоненько на шивере и пошёл меж Бакенов. Его старинный, переливчатый и музыкальный гудок так ни разу за рейс и не оказал себя. Гудеть полным гудком запрещено. И что-то ещё откололось, откололось и ушло из моей жизни вместе с этим гудком. Поговаривали, что и сам «Спартак» дохаживает последней навигации. Скоро его пустят на дрова либо приспособят под какое-нибудь полезное заведение. Побухивали внизу подо мной колёса парохода, подрагивало стекло в раме, покачивалось и брякало подвешенное над головой люстра, старинно ещё, пузырём. Весь пароход поскрипывал, позвякивал и тяжело, словно конь на подъёме, дышал, на столе дребезжал, ударяясь о бутылку стакан. Была водка, было время, были деньги. Были люди кругом, но ни с кем выпить за дядю Филиппа, судового механика, ни с кем выпить. Субтитры создавал DimaTorzok